Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет, как всегда, ежедневный влог. И начинается он у меня с потери Ивана дома. Потеряла Ваню дома. В общем, сейчас я не поняла, в чём дело. Я... Ага, выпал с Ваня. В общем, сидел здесь, он у меня играл, а я в комнате, как всегда, в общем, смотрела видео. Смотрю, Вани нету. Не могу понять, но слышу, что голосок тоненький достает, это раздаётся оттуда. И, в общем, вот дети, понимаете, он сам туда забрался. Причём, Вань, каким-то образом закрылся, вот объясни мне. Там вообще-то есть армян штучка, вот эта. Ну, покажи, продемонстрируй. Я просто Миша хочу показать вторую, нашему Ваню. В общем, Ваня, как всегда, хвала, Господи, что мы ездили в санаторий, в смысле, не в санаторий, в отель Адора. Мама, Миша тоже себе во второй этаж. Мы приду в дом. У Миши тоже двухэтажная кровать? В общем, ездили... Не, у него не двухэтажная, он залез по тоже, по кровати, только у него по кровати, а у меня... В общем, ездили мы в Адору, отель Адора Гольф, и Ваня там познакомился вот с мальчиком. И вот теперь он с мальчиком, он с этим постоянно общается дома по телефону, по WhatsApp. Слушайте, представляете, это же Ваня, вот это он придумал вот таким вот образом, представляете, туда залезать, закрываться. А потом мне тоненьким голосом пищит, мама, достань меня! Да! То есть, залезть туда залез. Да не, я могу спокойно... Ну-ка, давай-ка покажи, как ты выбираешься. Даша, Даша, Даша бдит. У Даши это любимое днем место, она там спит. А, ты то есть там ногами как-то толкаешься? Нет, это вот эта штука. В общем, понятно, можно этот шкаф еще использовать вот таким вот образом, туда забираться. Все, Вань, вылезай, все, я поняла тебя. Я поняла, у тебя Миша ждет второй этаж, ты ему обещал показать. Ваня бегает. Ну, вот это, кстати, кровать, я думаю, что вы понимаете, да, что она, конечно же, вот без этой спинки. Но так как Ваня спит очень беспокойно, то есть, все дети спят по-разному. Ваня спит, он вот так вот, понимаете, круг вверх. И один раз была предпосылка, что он чуть ли не свалился с этой кровати, поэтому мы с Андреем покумекали вместе. И у меня была вот такая вот ширма, мы ее разобрали. И вот здесь вот поставили ему дополнительную стенку, чтобы он оттуда не слетал. Ну, а я сейчас жду, должны за мной заехать Оксана, мама. Они сейчас находятся на даче. Я из-за Вани на дачу сегодня не поехала, потому что кто-то должен с ним остаться, его на дачу не взяли, потому что все-таки прохладно, после болезни решили не рисковать. А, папа пришел уже, да? Вот, все, а я поехала, соответственно, в зеленую. Ну да, пофигаем. В общем, наконец-то я выехала из дома. Освободили? Освободили из заточения и едем мы в магазин. У меня кончилась вся косметика. И, ну, вообще хотим просто так немножко, знаете, когда ты попадаешь все-таки в другое место, в другие обстоятельства, ты немножко отдыхаешь от домашних дел. У нас, видите, все девочки в сборе. Машины я не вижу. Нету. Пока едет, но там есть дальше Волга едет. Мама едет, Оксана едет. Все про делах. Так что поедем на шопинг, да, мам? Ну, посмотрим, что там есть, да, в магазине. Посмотрим. Мы так ненадолго, потому что... Ну, просто прогуляться. Я тумбу хочу посмотреть. Мама, тумбу хочешь. Какую ты тумбу хочешь? Ты на меня можешь посмотреть? Тумбу, Лена, хочу посмотреть. А, тумбу, эту, прикроватную тумбу. Тумбочку, тумбочку. Ну, в общем, у каждого свои задачи. У меня задача вас свести. Оксана у нас водитель. Потом приехали домой. Оксана у нас сегодня работает... Ну, с утра мы с ней вместе поработали. Потом Оксана поехала с мамой на дачу с моим мужем. Жалко, мне никто не снимал. Как хорошая была с телегами, когда ходила. Да? Ну, вы обили все? На дачу ездила Оксана с мамой. Они там обили с Андреем. Что сделали? Андрей обил беседку, да? Юра вскопал грядку. А Юр с вами ездил тоже? Ну, конечно. Он хотел сейчас с нами поехать, но мы сказали, что девчачек... Холодильник это... Собрали, да, все. Ну, правильно. Мужчинам что делать на шопинге? Мужчинам там делать нечего. Хотел знаменуязаться под видом, что в Леруа. Якобы ему нужно полочку там в ванную. Ну, так вот. А вы обидели мужчину? Не взялись с собой. Мы его обидели, да. Обиделся теперь. Он говорит, вы-то хитренький, сейчас в кафе в каком-нибудь покушаете, а я должен дома сидеть. В общем, обиделся. И он говорит, ну, не переживайте через два часа в год. Ну, так вот, уже не нравится. Где два, там вот. Вот так вот мы... Мужчины сидят дома. А он говорит, когда тебе что-то нужно, с оровнем поешь. А когда, говорит, я... Да ладно, но он там устанет, господи. Всегда шопинг это на самом деле не мужское дело. Мы его на еле поймали, он чуть на второй этаж спать не ушел. А, Юра, да? Да, ему говорит. Я говорю, сейчас дома будешь спать. Там лучше спиться на даче. Ну, это понятная идея. Говорите, я говорю, пойду сейчас спать. Слышишь, и мама услышит, и мама услышит этот момент. Я говорю, никаких лежаний. Дела прежде всего. В общем, у нас с мамой не забаруешь. Смотрите, какой интересный агрегат стоит. Я первый раз такое вижу. Это вот так вот наполнение игрушек. Можно игрушку, видимо, любую себе здесь заказать. И вот таким вот образом его заполняют внутри эту игрушку ватой. Так, вот здесь вот эта вот сеть Киаби называется. Там иногда можно купить... О, смотрите, молодежь идет. Задрались. В общем, хорошие детские, ну, не только детские вещи. Но мне сейчас, в данный момент, нужно в Ване что-то посмотреть. Утепленные какие-то брюки темного цвета ходить в школу. Потому что сейчас уже на улице все-таки прохладно. Поэтому нужно посмотреть, что-то интересное. Кстати, я искала летом. Летом не было. Сейчас очень много появилось вот таких вот джемперов. Именно к школе. Такие вот варианты. 990 рублей. Чтобы можно было, допустим, вот такой вариант разрешен в школе. Вот такой вариант разрешен в школе. Ух ты, вообще 400 рублей. Что-то цены какие-то здесь задаром, можно сказать. 990 рублей. Такого литуаль у нас. Слушайте, у меня уже закончилась вся моя косметика, которую я в Детифре до этого покупала. Сейчас хочу зайти посмотреть. Тушь мне очень сильно нужна. Сейчас посмотрим. Есть здесь онная, которая мне нужна. Потому что я обычно, знаете, уже привыкла к герлен. Я обычно всегда ею пользуюсь. Сейчас посмотрим, может быть, какие-то есть скидки, наборы. Так. 3000. 3000. Диор 2800. Я, кстати, вот такие вот очень кисточки люблю. Это мои любимые кисточки. А где же у нас тушь? Вот здесь вот внизу какой-то отдел. А, вот. Вот моя любимая тушь. Стоит 2,549. 2,549. А есть она в наличии-то, интересно. Тут что-то как-то вроде бы отдел большой, а постоянно в наличии нет. Здесь есть в запасах, где ее искать. Ой, здесь нет. Здесь моя любимая подводка. Кто мне про подводку спрашивает, беру всегда вот этой фирмы. Лореаль. Вот она, 559 рублей стоит суперлайнер. Ну, мне вот очень нравится, как она рисует свою линию. Мне очень тяжело подобрать цвет губной помады, потому что мне вообще очень мало цветов по помаде подходит. Вот, смотрю, колоранты вроде бы неплохой цвет. Нет, слишком, слишком яркий для меня. Хотя, в принципе, неплохой. Я вот такие вот люблю, знаете, цвет сливы такой вот. Неплохой. Ну-ка, сейчас вот такой вот цвет сейчас хочу посмотреть. У меня здесь уже много очень цветов наешено. Смотри, вот эта вот бледная для меня помада. Бледная, да? Ну, а я все время какие-нибудь такие хочу выбираю. Жадо. Жадо. Ну, так все, не знаю. Мам, бледная мне помада? Бледная. А, конечно. А ты хочешь из-за этого не хочешь? Как мы купили. Кого? Ты такие дорогие, смотришь. Ну, я смотрю, разные. Я вот себе взяла тушь. Сейчас собираюсь идти к кассе. Слушай, а на кассе народу. Это надо в очередь уже вставать. От меня уже, вон, видите, далеко убежали. Мама ищет себя. О, смотрите, кстати, кровать двухэтажная какая. Классно. Убежали. Что-то уже покупают, что ли. В общем, здесь также есть, видите, мебельный магазин. Я здесь тоже себе покупала кое-что. Ну, здесь как мебельный. Здесь тоже собраны вот много фабрик разных. То есть каждый закуток – это представители какой-то фабрики, которые торгуют. А что вы там? Облюбовали что-то, да, мам? То есть это можно заказать, да, вот это все? А, вы вот эту тумбочку, что ли? Тумбочка, это тумка. Вот эта тумбочка метр. Мама хочет метр третий. Вот такая. Ну, комод. Комод. И вот здесь вот еще хоть телевизор. Мама, а ты куда ее хочешь? Где мы. В зал? Ну, в зал, где у нас. Что-то, мне кажется, не очень как-то. Не, выше тебе точно не надо, я тебе могу сказать, однозначно. Ну, почитай мне высота еще. А их нету. Почти метр. Вот это метр. А этот со скидкой сейчас идет? 99 высота у него, вон, написано. 7 тысяч он стоит. Вот как раз мне нужно попрятать одеяло. Нет, мама, а здесь, смотри, царапины какие остаются. А, нету, берем. А, нету, берем. А, нету, берем. А, нету. А, как я люблю такие креслица. Симпатичные. Что-то здесь все без... Это Воронеж, кстати. Производство Воронежа. Мама здесь облюбовала себе комод. Ей нужен... Они с папой что-то там все у себя переделки делают. Вот переделки делают. Вот тоже комодик. Ну, это такая мебель. Глянцевая. Вот я что-то глянцевую не очень люблю. Цвет очень красивый. Вот слоновая кость. Цвет. Пришли мы в наш любимый магазин Стилоджи. И, о, чудо! Вот эти вот костюмы, которые были. Помните, по 8 тысяч мы все смотрели. Наконец-таки распродажа. В общем, 2 тысячи сейчас стоит костюмчик такой. Так, помимо этого еще смотрю джинсы распродажи. Потому что все, летняя коллекция. У нас лето закончилось. Так, 32-й. И вот такие вот джинсы. Сейчас они стоят у нас 2 тысячи. Тысяча девятьсот девяносто девять. Ну, сейчас что-нибудь возьму. В общем, вот это платье стоит полторы тысячи. Но оно мне большое. Я все время, знаете, сейчас беру себе все больше. Нет, здесь просто 44-й надо. Ну, это европейский размер. Но это, кстати, распродажа. Вот для тех, у кого большой размер, полторы тысячи рублей стоит платиться. Так. Ну, а вот это, по-моему, я взяла мой размер. Сейчас 2 тысячи рублей. А стоила она 6 с половиной тысячи. Еле натянула на себя. Ну, нет, блыска хорошее. А платье мне вот это вот нравится. Но расцветка не моя. Мне очень нравится здесь. Мам, ну посмотри, у меня это где есть? А, ты тоже что-то меряешь? Ну-ка, посмотри. А, слушай, хорошо смотрится. Ну, оно длинное, да? Не, красиво. Сколько стоило? Тоже, видите, 6 240, сейчас 2 тысячи. Мам, мне кажется, что-то не очень. Сейчас я посмотрю. Цвет, мне кажется, не очень. Так-то оно, в принципе, ничего. Размер мой. Мои любимые полоски вот эти вот. А в принципе нормальный цвет. Напишите в комментариях, как вам. Наверное, я возьму такое платье. Оно вот такое повседневное, на каждый день. Внизу резиночка с карманами. В общем, все, как я люблю. Рада, конечно, обувь сюда не подходит, но. Но в целом неплохо. Оно стройнит. Ну, а тебе понравилось то, мам? Это тебе вот это вот так, сам? Я на него смотрела, смотрела. В общем, наконец-таки появились скидки. Но мне не нравятся джинсы. Я уже в такой план себе купила джинсы. И они все-таки не очень хорошо смотрятся. Вот если бы можно было оставить чисто один вверх, а джинсы ни туда, ни сюда. Так, ну я хочу еще себе вот такие вот взяла померить. Разные. Ну, а вдруг кому-то пригодится информация. В общем, вот этот костюм стоит сейчас 2000 рублей. Что вы там делаете? Вот даже Лена, мне мама, так красиво, конечно. Так, вот джинсы. Тоже сейчас это распродажа с цветочками. Но сейчас вот они стоят 999 рублей. Стоили 5000. Ну, вот эта вот рванина мне, конечно, не нравится. Вот здесь тоже, смотрите, распродажа по 1000 рублей. И вот такие вот платьицы. Ну, это хорошая цена. Смотрится такой молочный цвет хорошо. Здесь с поясом. В общем, магазин называется Style. Вернее, Style. Steel Lodge. Красивый. Если кто-то живет в Москве, но я знаю, что у них есть сайт. Там тоже бывают распродажи. Тоже вот костюмчик какой-то. Сколько такой стоит? А, вот здесь уже, видите, цена Космо. 7,240. А потом, видите, бывают скидки. Вот здесь тоже распродажи. 1499. Нет, я люблю рубашечного типа. Мне платье нравится рубашечного типа. Какой платье там сильно понравится? Вот, смотри, платье какое. Нет, я себе взяла. Ну, черный. Куда в таком черном? Ну, кому-то черные нравятся. Сейчас вот кому, если нужна на лето потом одежда, хорошие вот такие вот костюмы распродажи. Нет, а вот эта штука, кстати, красивая. Ну-ка, дай-ка я ее померю. А сколько она стоит? Вот такие вот. Смотри, допустим, поедешь ты в Стамбул. Ну, даже не в Стамбул. Там же погода теплее. Сверху одеть, чтобы не жарко было. Сколько такая стоит? Где у нее ценник? Она стоит 7,980. А-а-а. На нее нет. Не, но 7 тысяч, конечно, она не стоит. Но тысячи за 3 я бы ее купила. Так, ну ладно. Идем платить. Для кого интересны контакты магазина, вот так вот он называется. Сти Лоджи. И здесь что-то про Инстаграм написано. Так, здесь еще и последнее время, я смотрю, появилась обувь. Обуви не было до этого. Сейчас обувь появилась. Сколько кроссовочек, допустим, стоят летние? 4,380. Такие вот кроссовки. Я знаю, что были модны одно время. У меня тоже 4,380 со скидками. То есть вот обувь тоже есть какая-то со скидками. Но это прямо вот турецкая. Я узнаю. Мы вот в Стамбуле сейчас, дай бог, если попадем туда, я вам покажу, сколько там это все будет стоить. Так, а здесь... Это зимние, кстати, ботинки. 7,480. 7,480 такие стоят. Запоминаем. Чтоб можно было легко... Так, ладно, мимо Зары проходим мимо. У меня теперь платье есть симпотное. Ну, не знаю, симпотное, не симпотное, напишите. Мне, во всяком случае, понравилось. Так, а мне надо, Ваня, сейчас все-таки посмотреть зимние такие какие-нибудь утепленные джинсы. Если они есть, то в Глории джинс мы сейчас посмотрим. Джинсы есть. Только не знаю насчет размеров. 1799. Вот у них флиз там. Так, на 12 лет. На 11 лет. Вот на 140 сантиметров есть. Но я не знаю, прокатят эти джинсы в школу или нет. Они все-таки, вот видите, как джинсы они больше сделают. Ну, что вот такие вот, допустим, синие. Нельзя в школу прийти, вот 140 сантиметров. Зато они тепленькие, ребенок мерзнуть не будет. Вот, мне прям нравится. Смотрите, какой хороший вариант. Хочу когда-нибудь поменять систему моих шкафов. Мы когда заказывали, очень сильно спешили. У меня же на кухне Венеция. И мне бы хотелось что-то подобное и в комнате такое сделать. Вот этот шкафчик. Нажми здесь. Нажала. Система, видимо, уже не работает. Не отъезжает. Смотрите, какая прелесть. Наполнение шкафа. Пылесос. Смотрите, какая прелесть. Я мечтаю себе потом. Ну, хотя, в принципе, вот это насколько функционально. Вот это очень резко. Нет, здесь наполнение-то может быть любое. Подожди, тут зеркало внизу. Для полотенца. Нет, вот мне знаешь, что нравится, что здесь можно пылесос убрать. У тебя комната очень большая. Ну, мне два таких надо, да. А она не едет. Нажала, не едет. То есть уже, значит, у нее механизм вот этот нерабочий. Нажала, она не отъезжает. В принципе, как бы он и не нужен. А, здесь вот это вот для брюк. Ну, кстати, мне это можно заказать к моему шкафу. В принципе, отличие-то... Ага. Значит, шкаф-купе Гелиадор 151 тысяча. От 151. А стоимость образца 241 тысяча. 241 тысяча. Так, размеры. 2 500 на 2 400 на 600. 600, это, я так понимаю, глубина. 2 500. Что это, ширина или высота? 2 500 и 2 450. Но мне, да, для моей комнаты нужно побольше. Ну, смотрите, какая прелесть. Скакун. Скакун одевает у меня свои джинсы. Ну, в общем, 1600 вот эти вот утепленные брючки. Да ничего я тебе не ломаю, Ваня. У него любимые этикетки. Хотела состав прочитать на этикетке. Да это Моша. Темно-синий. 100% хлопок. Подкладка 100% полиэстер. Ну, подкладка это этот флис. Ну-ка, подальше от меня отойди, пожалуйста. Чуть-чуть побольше натяни их. Вань, ну, повыше натяни. Что ты на... На пояс их натяни. Ай, я здесь вязь. Что, Даш, ты здесь нюхаешь? Ай, я здесь вязь. Ну, в общем, вот таким вот образом выглядят брюки. Ваня хорошо. И самое главное... Иди ко мне поближе покажу, в чем достоинство для Ивана. Иди сюда. Что они здесь, вот это, на резинке. Потому что он сейчас... Вот у него джинсы, которые нужно застегивать. Там на пуговичках на всяких. Ему сложно. А здесь он все-таки завязки завяжет. Это все. А ты повыше, что, вообще никак не можешь... Я завязки не умею. Завязки не умеешь? Ну, завязки учиться надо. Как ты не умеешь-то? Ну, доволен ты? А, дай мне ногу, ногу. Дай сюда. Ногу. Вот они, видите, с флисом. Флис утепленный. Так что я думаю, что нормально тебе будет в школу ходить. А Даша, что у нас? Опять оголодала, что ли? За те три часа, которые меня не было, она оголодала? Мама, смотри. Новые штаты обещают, чтобы они были в шерсти. В шерсти. Так. Вот они мои покупочки. Журнал какой-то мне, кстати, дали. От Литуаля. Почитать на досуге. Ну и... Так. Мост таскаю. Купила себе вот эту тушь. Не знаю, что это за ферма такая, но посмотрела. Вроде мне понравилось по кисточке. И купила себе свою любимую подводку. Ну и платье купила, которое мне понравилось. Хорошее платье. Даш, ну чего ты ко мне пренебрежительно спиной села? Иди сюда. Дашка. Иди сюда ко мне. Иди сюда. Чего ты там обиженная такая? Иди сюда, прыгай. Прыгай на коленке. Давай. Ну давай, я тебя жду. Прыгай. Даш. Нет, тут гроза. Дашкина гроза пришла. Какой там прыгать? Мам. А вообще это моя гроза? Так, давай переодевайся. И надо эти штаны постирать, чтобы вот и к школе они у тебя были постираны. Я всегда все новые вещи стираю в обязательном порядке. Вот таким вот образом сегодня мы съездили по магазину. Ты домашнее задание делал? В общем, в принципе, хотелось просто посмотреть, что есть. Прогуляться, из дома вырваться. Как-то сменить немножечко обстановку. Что я хочу сказать, что ощущается сейчас кризис у людей, что кризисное время такое. Что, как мне кажется, покупателей меньше стало. Что я смотрю, все-таки закрылись даже вот такие продовольственные сети известные. То есть невыгодно там торговать. Ну и обычно вот в зеленопарке там люди в субботу и воскресенье. А в будние дни в основном, конечно, все работают, людей мало. То есть очень много, центр построили огромный, но очень много павильонов пустующих. Потому что у людей сейчас не так много денег, как было раньше. То есть людей очень много там, где сетевые магазины, где все стоит копейки дешево. А там, где если какие-то чуть подороже магазины, там, конечно, людей практически нет. Ну вот этот магазин Стил Лоджи, он мне нравится по качеству одежды, по выбору одежды. Потому что там именно вот наш размер присутствует, который нам присущ. Я имею в виду вот нашему семейству. Потому что у нас размеры, ну, 50-52. Там, знаете, он скачет. Иногда бывает 48 в лучшие времена, когда прям берешь себя в жесткие какие-то такие рамки. Но цены, цены, они каким-то непонятным образом формируются. То есть, допустим, вот как вещь в начале сезона там стоит 8 тысяч, да, в конце сезона стоит тысячу рублей. То есть, ну, вот это вот не совсем понятно. То есть, значит, у нее изначально цена не настолько высокая. Складывается, понятно, все из аренды, из перевозки, из зарплаты продавцов и так далее. То есть, конечно же, у людей не такая сейчас высокая платежеспособность, чтобы покупать такие вещи по таким ценам. Все стараются сэкономить. Многие мне сейчас пишут, что перешли на систему. Сейчас вот скажу неправильно на самом будете писать. Ну, как, вайлдберрис, да, вайлдберрис, правильно, или как его там правильно называть. Многие в озоне покупают. И неохота ходить по магазинам. Там вроде бы как скидки какие-то. По скидкам многие покупают. То есть, вот многим магазинам сейчас, конечно, вот у кого высокий ценовой сегмент, приходится не сладко. Я смотрю, что очень много магазинов закрылось. Добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами в Маке. Пока-пока. Пока-пока. Вань, объясни мне, а что ты несся-то, вот объясни? Звезда экрана. Ты же там занимался чем-то. Ты хотел так сильно попрощаться со зрителями? Да. Я просто вот это, бумс. Не бумс, а... Бумс, именно бумс ты правильно сказал. Пока-пока.